Друзья, всем привет! С вами канал Observer, меня зовут Артем. И в этом ролике мы поговорим о том, что же такое Цейсовская оптика и расскажем о ней. Поехали! В этом видео история бренда Цейс. В чем секрет необычайного качества оптики немецкого бренда? Где сегодня производят бинокли Цейс? И где, кроме приборов Цейс, можно встретить Цейсовскую оптику? Идею данного ролика, как в принципе и многих других видео на нашем канале, нам дали наши подписчики и посетители интернет-магазина Observer-msk.ru. Многие любители оптики, которые впервые столкнулись с выбором бинокля, монокуляра или зрительной трубы, приходя в магазин, начинают интересоваться Цейсовской оптикой. Именно такие приборы их интересуют в первую очередь, что в принципе не мудрено, так как Цейс — это бренд, который является знаком качества на протяжении уже более чем 100 лет. Однако понятие Цейсовская оптика достаточно размытое и не всегда понятно, что человек вкладывает в него, интересуясь именно такими оптическими приборами. Особенно, когда речь идет о выборе, например, бинокля в бюджетном ценовом сегменте. Сегодня мы как раз разберемся, что же такое Цейсовская оптика, каковы ее особенности и в каких инструментах ее следует искать. Компания Цейс берет свое начало в далеком 1846 году, когда немецкий инженер Карл Фридрих Цейс открыл небольшое дело по производству микроскопов. За первые 20 лет своего существования завод постепенно получил признание на родине, реализовав более тысячи микроскопов собственного производства и получив золотую медаль на выставке промышленности в Тюрингии. В дальнейшем, благодаря знакомству и последующему тесному сотрудничеству Карла Цейса с оптиком Эрнстом Аббе и химиком Отто Шоттом был изобретен новый на тот момент тип оптического стекла, открывавший дорогу к созданию революционной системы апохроматических линз, отличающихся высочайшим качеством передаваемого изображения. Существенно расширяясь с каждым новым десятилетием, патентуя новые технологии и выходя на новые рынки оптической техники от микроскопов к объективам фотокамер и первым моделям биноклей, компания Цейс заняла лидирующие позиции в мировой оптической индустрии, которые она не сдает и по сей день. Первые же бинокли Цейс, выпущенные в конце 18 века, имели увеличение в пределах 4-8 крат и диаметр объектива всего лишь от 11 до 20 мм. Но, как и вся продукция фонда Цейса, так тогда называлась компания, бинокли отличались высоким качеством и превосходили изделия конкурентов по всем показателям. Изначально эти приборы предназначались для немецкой армии, однако их полюбили охотники и натуралисты, что в конечном итоге привело к выходу на гражданский рынок. Краткий экскурс в историю на этом, пожалуй, закончим, и давайте же разберемся, что такое в принципе на сегодня Цейсовская оптика. Выделим ее три основные составляющие части. Во-первых, бинокли Цейс используют высококачественное оптическое стекло, произведенное своей же дочерней компанией Schott, сырье для которого добывается на собственных карьерах в городе Майнс, Германия, а также стекла японского производства компании Ahara. Наряду с крупнейшим на сегодня производителем оптического стекла, китайским CDGM, они входят в большую тройку мировых производств оптических стекол, занимающих лидирующую долю рынка. Кстати, друзья, в очередной раз развенчаем миф о том, что китайская оптика отличается низким качеством. Стекла CDGM используются в устройствах таких именитых брендов, как Leica, Nikon, Canon, Sony, Olympus, Panasonic, Fujinon, Aqua и многих других. Свои мысли по этому поводу оставляйте в комментариях, это хороший предмет для дискуссии. Кстати, на наиболее интересные комментарии и вопросы к ролику мы дадим ответы в инстаграме, а уже сейчас там можно найти интересные информационные посты, яркие фотографии и видеоответы к вопросам из предыдущих видео. Ссылка на наш профиль в описании. Приборы CES используют флюоритоподобные лангкроны, то есть низкодисперсионное стекло марки ED, или кристаллы флюорита, в одном из элементов объектива. На сегодня это самое высокотехнологичное и, соответственно, дорогое решение. Что крайне важно, только в связке с идеально выверенной оптической схемой подобная оптика значительно повышает светопропускание прибора и уменьшает различные виды аберраций, в первую очередь хроматическую. Таким образом, сложные и высокоточные оптические схемы, над разработкой которых трудятся лучшие инженеры, это еще одна не менее важная составляющая CESовской оптики наряду с качественным стеклом. Для понимания, под словом «стекло» мы имеем в виду именно материал, а не оптические элементы, получаемые из него. А это как раз еще один, уже третий по счету, фактор успеха бренда. Большую роль в признанном высоком качестве модели CES играет собственная технология изготовления и механическая обработка линз и призм, а также нанесение на них запатентованного покрытия T-Coating. Покрытие было изобретено еще в 30-х годах прошлого века и с тех пор непрерывно совершенствуется. Оно позволяет снизить потери света на 3-8% и делает оптические элементы практически полностью прозрачными, что, конечно же, придает конечному изображению большую частоту и звенящую резкость. Кроме того, внешние линзы инструментов CES имеют и гидрофобное покрытие, благодаря которому влага максимально быстро и без лишних усилий удаляется с них в случае необходимости. Бинокли CES используют также разработанную внутри компании призменную систему Кёнинга Аббе, представляющую собой под вид так называемой РУФ-схемы, в то время как прочие производители работают преимущественно с системой Шмидта-Пихана. Чтобы лучше разобраться в многообразии оптических схем, марок стекол и типов просветляющих покрытий, рекомендуем посмотреть видео на нашем канале «Как выбрать бинокль», где собрана вся наиболее важная информация на эту тему. То есть, как вы понимаете, связка таких составляющих, как стекло, оптические элементы и инженерные решения CES, которые, в общем-то, и тождественно понятию «цейсовская оптика» достаточно уникальна и не встречается в приборах других брендов. Кроме того, немаловажную роль играет и точная сборка биноклей. На сегодняшний день топовые бинокли бренда «Victory Conquest ES» системой электронной стабилизации собираются по большей части на заводе в Ветсларе и с 2018 года частично в Аберкохене, где находится головной офис компании. Компактные версии «Victory Pocket» выпускаются фабрикой в Венгрии. Приборы же из младшей серии «Terra» изготавливаются в Азии. Полноразмерные модели на заводе в Китае, а карманные в Японии. При этом, независимо от страны происхождения, все бинокли проходят строгий контроль качества по стандартам немецкого подразделения «Цейс». Ну и, само собой, опять же, строго по разработкам немецких инженеров. Также пару слов хотелось бы сказать о связи послевоенной советской оптики с брендом «Карл Цейс». Как известно, Советский Союз после окончания Второй мировой войны получил в качестве репараций от Германии большое количество технологий и промышленного оборудования. В том числе и от фирмы «Шот» по производству стекол, которым занялись Лыткаринский и Ленинградский заводы оптического стекла, а также от «Карл Цейс Йена», по сути копии биноклей которых стали выпускать казанский и загорский оптикомеханические заводы. К Красногорскому же оптикомеханическому заводу «Зенит» досталась техника и наработки, касающиеся производства оптики для камер. Таким образом, отчасти аналогами «Цейсовской оптики» образца 40-х годов можно с натяжкой считать советские бинокли того же периода от «Комс» и «Зомс», а также объективы «Зенит», знаменитый «Гелиус», «Индустар» и так далее. Кстати, нужно отметить, что упомянутая техника отечественного производства пользуется определенной популярностью и сегодня. Что же касается «Цейсовской оптики» в современных реалиях, то, увы, встретить искомое сочетание материалов, технологий и производства, как у «Цейс», можно только в приборах «Цейс» и нигде более. Также нужно понимать, что учитывая все особенности и уникальность производства, а также, конечно, весомое имя бренда, стоимость самых простых моделей биноклей серии «Терра» начинается примерно от 350 долларов, а цена топовых приборов доходит до нескольких тысяч. Искать схожие качества, соответственно, следует также в ценовом сегменте «Хай-энд» и никак не ниже. Что ж, друзья, надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и нажимайте на кнопку колокольчик, чтобы быть в курсе новых роликов на нем. Если у вас остались какие-то вопросы или вы хотите высказаться по теме данного ролика, все это обязательно оставляйте в комментариях под видео. Давайте общаться и делиться информацией. Ну а я с вами прощаюсь, всем пока!